Как рассказала начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Эльвира Ковалерская, в этом году празднование Дня работников культуры было принято решение провести в новом формате. В этом году мы решили поменять формат мероприятия. Раньше это были концерты, где опять наши коллеги работали в этот день. А сегодня мы решили поменять и сделать праздник для них, так как они все время устраивают праздники для людей. И мы пригласили наших коллег из другого округа, которые приехали и устроили дискотеку. На праздники чествовали работников культурно-досуговых учреждений, музеев и библиотек, педагогов детских школ искусств, руководителей творческих коллективов. Всех тех, кто поет, танцует, сочиняет стихи, сценарии, песни, организует мероприятия. У нас, честно говоря, работники культуры мирового класса. У нас уже династии есть, у нас есть семьи. Я очень рад, что сегодня этот праздник получился таким интересным, веселым, семейным. Пожелать хочется верности культуре, быть преданными такими, быть энтузиастами. Мы ведь работали не за деньги, а действительно несли разумное, вечное, доброе в массы, приносить людям радость. Директор Центра досуга Дроздова Ирина Панина почти 20 лет трудится в сфере культуры. Вместе со своими сотрудниками участвует во многих творческих конкурсах. Мы выиграли в прошлом году гранд-президентский, и наше учреждение стало лучшим сельским домом культуры Московской области. На данный момент мы разрабатываем новый проект онлайн-студии «Слово», который мы хотим также запустить, получается, в премию «Подмосковье». Работникам культуры были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от главы Ленинского городского округа и губернатора Московской области. Дорогие друзья, в ваших руках культура муниципалитета. Это очень емкое слово. Я не знаю, что, собственно, не входит в это понятие. Это ответственность за всех и за все. Это радость, это умение красиво восхищаться, это умение красиво благодарить. Своим творчеством и любовью к профессии эти люди зажигают сердца взрослых и совсем еще юных жителей округа, создают праздник, открывают двери в мир прекрасного, учат любить, радоваться и наслаждаться каждым мгновением. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Фитнэй ТВ.